Всем привет! Ну что, пришло время протюнинговать наш TRX-4 Defender. Значит, этот кузов мы снимем. У него база, по-моему, 324 миллиметра. Достаточно коротковато, скажем так, по некоторым меркам. И будем его менять на вот этот кузов. Да, этот поболее. В общем, база больше. Нужно теперь базу расширять и более копийный, с открывающимися дверьми и всем прочим. Вот. Такой некий Camel Trophy получается. А потом уже его затюнинговать. Потому что изначально шасть у него, ну, как бы ни о чем. Проходимости нету. Так, лайтовые покатушки по прямой и маленькой пересеченки. Но поставив это все на TRX-4, мы получим то, что захотим. Итак, процесс начался. Это дешевая шасть, это TRX-4, который повидал уже много. Значит, отсюда, во-первых, убираем задние тяги. И отсюда задние тяги переставляем туда. Они длиннее. Тем самым попробуем увеличить базу. Сначала тягами задними. Потом будем думать уже с передними, смотреть, сколько не хватает. Итак, тяги поменял. И кардан тоже поставил длинные от той шастьки. Я думаю, конечно, он слабенький. Сюда нужно что-то мощное ставить. Но блокировка теперь этого дифференциала будет постоянной. Длины тросика, к сожалению, не хватает. Пришлось его снять с серого привода. И вот мы видим, насколько у нас теперь переместился наш мост. И амортизатор, видите, где располагается теперь. Поэтому амортизатор нужно бы переносить тоже назад. Но сейчас я померю колесную базу, подойдет или нет. Потому что я думаю, сейчас надо с передком еще тоже разбираться. Чтобы амортизаторы поставить прямо, сейчас попробуем местами поменять вот эти две стойки. Не знаю, у тракса работает такое. Сработало. Переставляем. И амортизаторы теперь стоят, грубо говоря, ровно, как и было. С учетом того, что мы удлинили тяги. Обалдеть! У меня такое чувство, что я даже тяги не переставлял еще. Вы прикиньте, сколько еще надо? Еще пару сантиметров, я думаю, надо, чтобы этот кузов сел туда. Да уж. Так что передок тоже надо полностью удлинять. Я думал, все-таки зад плюс-минус и хватит. Итак, на нашем большом, скажем так, Defender 4 тяги спереди. А на TRX идет 3 тяги спереди и тяга Panara. Тягу Panara сейчас посмотрю, нужно удлинять или нет. Я ее чуть-чуть сейчас увеличил по длине. Может, не хватит. Значит, вот эти две тяги я оставлю полностью, без изменений. И третью тягу, она здесь идет коротенькая, вот такая, видите. Я ее заменю на длинную, на вот эту. Все. Сейчас только переделаю немножко и поставлю. Надеюсь, вот этой всей длины уже хватит. И рулевой тяги здесь, думаю, тоже должно хватить. Но, если что, ее можно еще приоткрутить. То есть, плюс-минус миллиметров там 7 можно удлинить, если вдруг не хватит. Ну, будет видно. И опять же, блокировки никакой не будет. То есть, мост полностью блокирован. И все. Тросика длины не хватает в стоке. Ну, мне, в принципе, это нафиг не надо. Я сюда езжу только на заблоченных мостах. В общем, ни один кардан не подошел. Поставил какой-то старый, древний, не знаю от чего. Но надо заказывать сюда прочный потом будет. Итак, проблема нарисовалась. Значит, первое. Нужно переносить сервопривод вперед. Потому что все. Тяга неправильно расположена уже. Несю для него. Но толка нету. Но в любом случае амортизаторы двигать. А здесь рама уходит вниз. Поэтому стойки нельзя просто так передвинуть в сторону, как это было с задней подвеской. И тяга Panara тоже вопрос пока не решен. Как ее правильно установить. В общем-то, все беда. Но завязано в основном все на стойке амортизаторов. То есть, их нужно как-то сюда перенести. И тогда тяга Panara тоже уедет в сторону. И можно будет закрепить нормально. Ну что, вроде плюс-минус победил. Пришлось покромсать раму. Она здесь торчала. Отрезал ее. Чтобы ход подвески был. Иначе просто упирается и все. И никуда не опускается, не поднимается. В общем, план А не прокатил. База получилась слишком длинная. И переходим к плану Б. Нужно укорачивать тяги. Взял тяги и чуть-чуть укоротил резьбу. Примерно, ну не знаю, миллиметров по 5 с каждой стороны. Вот. И буду потом накручивать уже. Смотреть. Три тяги. Три тяги укоротил. И, в принципе, этого должно хватить. Ну что, по-моему, я победил. Смотрим здесь. Ну, плюс-минус, да? Так повернется. Плюс-минус в центре. Плюс-минус в центре. Да. Отлично. Так, самая легкая завершилась. База. Теперь нужно, чтобы кузов сел туда. Во-первых, уберу площадку под аккумулятор. Аккум буду располагать. Буду располагать пока не знаю где. Может в салоне в багажнике. Может под капотом. В общем-то и то, и то открывается. Поэтому есть доступ туда-туда. Сервы блокировок я уберу полностью. Они нам теперь не нужны. И регулятор скорости перенесу. Мотор никуда не денем. В общем-то, надо здесь подчистить. Единственное, что останется торчать. Может быть, вот как раз сюда пролезет. Это мотор. Ну и как стоковый кузов выглядит теперь? Здесь попадаем в варку. А здесь далеко уехали, да? Понимаем размер кузова от TRX. Обалдеть! Длиннющий стал. В общем, всё раздербанил. Значит, регулятор будет где-то здесь спереди под капотом. И бокс под приёмник не входит. Поэтому сейчас полностью вынимаю и бокс отсюда уберу. И приёмник можно так смело, знаете, так на серву поставить, прикрепить и всё. Но надо его загерметить. То есть он не гермечен в стоке. Так, кузов почти садится. Но нужно чуть-чуть подровнять вот здесь. Точнее спилить ненужные части кузова. Да, в салоне будут дыры. Но зато можно длинные ноги сюда будет высунуть. Так что сейчас вот так надо подпилить. Так, всё подпилил. Надеюсь, этого хватит. Чуть-чуть не зацепил педаль газа. Прямо практически уже спилил её. В общем, пилить пришлось много. Но вроде выровнял. То есть старался сделать ровно, чтобы с порогами было. Но и сильно высокую тоже не хотелось. Зад можно было поднять чуть-чуть там. Но я думаю, так будет лучше. Так раз, и колёса там будут практически в арке. Плюс-минус. Вот. Так что, в принципе, здесь готово. Я думаю, даже аккумулятор можно сюда поставить. Будет и всё. И пук. И готово. Прикольно. Прикольно. Очень много теперь здесь пространства. Надо решить вопрос по переднему бамперу, кстати говоря. И вопрос основной теперь. Как этот кузов прикрепить к нашей шаське? Но будем делать его намертво. То есть на винтах, саморезах, чтобы держался прочно. Пришлось резать столько, что у нашего шварца торчат теперь ноги. Итак, значит здесь подсветка спереди, подсветка сзади. Провода. Но, блин, провода. Получается 4 штуки целых. 2 сзади и 2 спереди. Сейчас соединяем их воедино. Плюс-минус. Есть контакт. Соответственно, красный здесь у нас это плюс. И синий это минус. Как бы чёрный, да? Соединяем. И тогда уже это отправим на приёмничек. И подключим. То есть оставляем стоковый свет. Пробуем ставить задний бампер. Этот RX-овский. Но он находится где-то внутри. Хотя тут тоже будет далеко, наверное. Но, в общем-то, снял с той шаськи. Бампер чуть-чуть побольше. Но, честно говоря, незначительно больше. Но крепление здесь будет другое. Вот так. Если закрепить его. И сейчас мы примерим кузов. Посмотрим по высоте. Если пройдёт по высоте, то можно будет вот так выдвинуть. В общем, рама здесь очень далеко находится. Поэтому бампер буду крепить прямо к кузову. Сначала кузов к раме. А потом бампер прикреплю на саморезах к самому кузову. И будет вот так вот здесь находиться сзади. Передний бампер. Но, естественно, так не смотрится. А нужно вкорячить сюда вот этот. Хотя бы, да? Хотя это псевдолебёдка. Такая дешевизна. И вообще не смотрится. Но этот вопрос можно потом как-то решить. Ну, ладно. Пока поедем с таким. Значит, снимаем от старой тачки. Здесь есть сервопривод. Но нам нужно отпилить где-то посюда. И прикрутить на вот эти два самореза вот сюда. Я думаю, этого должно хватить. Так, крепление для бампера установлено. И теперь просто берём бампер, вставляем туда. Чук. И всё. И как был. Да. Выглядит, честно говоря, не очень. Но потом что-нибудь придумаем взамен него. Итак, дальше остаётся у нас крепление нашей шаськи к кузову. Соответственно, я думаю, сделаю здесь. Просто тупо прямо на саморезы. И всё. Без... Ну, то есть, не болты, наверное, с гайками, да? С той стороны не закрутить. Хотя, если дверь открыть, можно закрутить. Кстати говоря, такой вариант подумаю. И вот здесь сзади. Здесь тоже прямо напрямую сделаю вжук-вжук. И, в принципе, из багажника можно прикрутить гайки будет. И всё. Четыре крепления хватит. Здесь нигде не прикрепить. Потому что здесь очень далеко. То есть, расстояние внутри там имеется ещё. Ну что, всё получилось. Тут винтик, тут винтик. Гайки с тех сторон. И здесь сзади два винтика и гайки в багажнике. Вот так они выглядят изнутри. И сейчас нужно поставить сюда задний бампер. Как видите, его крепления не хватает ни до рамы и никуда. Даже здесь вон везде зазоры. Ну, в общем-то, я думаю, сейчас прямо к кузову тоже буду крепить насквозь. И с той стороны уже прикручивать гайками. По-другому, мне кажется, не получится. Ну, приклеивать не вариант. Оторвёт при жёстком трофе. Хорошо, когда есть куча винтиков, гаек и прочего. Значит, задний бампер делаем вот так вот. Сюда добавляем по две гайки на каждый винтик. Чтобы он там не ходил. То есть, вот это вот место мы вставляем туда. И всё. Чтобы не было никакого люфта. И теперь с той стороны прикручиваем две гайки. И бампер будет чётко уже здесь держаться. В итоге, что мы имеем? Кучу потраченного времени. Это остатки от старой шасси и чуть-чуть у нас от TRX. Здесь бампера, батарейные отсеки и прочее. Это старая древняя шасси. Точнее, она не старая древняя. Она новая, но не очень подходит к этому кузову. Не едет так, как хотелось бы, друзья мои. Но теперь этот автомобиль должен ехать нормально. Итак, что нам потребует сюда? Нужно заказать нормальные карданы. Загерметить приёмник. И добить немного эстетику. Ведь это Camel Trophy. Поэтому тюнинг для него я закажу. Друзья мои, прошу вас проголосовать за колёса и диски на данный автомобиль. Ссылочка на голосование есть внизу. Помогите выбрать. Проделиться буквально пару дней после выпуска данного видео. Что больше наберёт, соответственно, то на него и поставлю. Сделаем из него красивую тачку. Красивую проходимую тачку. Так что внизу голосовалка, друзья мои. И заказываю весь тюнинг, который сюда нужен, чтобы преобразить данный автомобиль. И ждём тогда тоже новую часть. Пока!